Философия самой изысканной революционерки 20 века состояла в том, чтобы сделать моду простой и лаконичной. Она хотела избавить ее от всего наносного. Чистота идеи – главное правило Коко Шанель. Гениальное просто, с этим не поспоришь. Особенно, когда дело касается стиля. Шанель вдохновляет меня. Не только сегодняшние коллекции, но и вся история бренда. Она вдохновляет всех нас. На моих фотографиях загорелые девушки. Именно Коко Шанель сделала это модным. Еще при жизни Коко Шанель была названа самым влиятельным дизайнером своего времени. Мало что изменилось. И самым влиятельным домом по-прежнему остается Шанель. Главный дизайнер дома Карл Лагерфельд возглавил его в 1983 году. И хотя маэстро удалось успешно проявить свою гениальность далеко не в одном доме моды, главная его история, конечно же, Шанель. Самая большая заслуга господина Лагерфельда – ему первым удается почувствовать дух времени и мастерски воспроизвести его в одежде. У меня есть много идей, они рождаются, а потом я их выставляю на подиуме. Но это сложно как-то описывать, потому что мне нравится, когда у людей складывается собственное впечатление, а никогда не слушая других. Поэтому мне хочется, чтобы вы самостоятельно работали над своим воображением. Не слушали мои заготовленные фразы. Про то, что это графично и фактурно, или про то, что это по-настоящему рок-н-рольно или нет. Все зависит только от вас. В этом сезоне Карл Лагерфельд за главным сделал образ дома. Этот символ для моды очень сложный и многозначный. Он является одновременно и диалоговым окном с покупателем, и приватной территорией дизайнера. Мое первое впечатление – это когда я впервые увидела твидовые костюмы от Шанель, которым дали вторую жизнь, со знаменитыми украшенными краями, разной обшивкой и блеском. Я до сих пор помню, когда первый раз попала на показ Шанель и стояла в самом конце зала. Я была счастлива, что увидела все своими глазами. На подиуме маэстро Лагерфельд выстроил прообраз главного бутика марки и раздал моделям кожаные пакеты Шанель, как будто девушки только что совершили покупку. В коллекции равномерно присутствовали все главные знаки Шанель, обыгранные свежо и интересно. Отправной же точкой для Лагерфельда стал портрет Коко Шанель кисти Мари Лоренсон. О, я обожаю Шанель, одежда просто прекрасна, а шоу в пяти поле незабываем. Субтитры создавал DimaTorzok